Раз уж мы подняли тему заработка в интернете, то давайте теперь продолжим. Напоминаю, что в прошлом своем ролике я рассказывал о том, сколько можно заработать за неделю на пульсе от мэйл. В подсказках прикреплю этот ролик. Но сегодня давайте вернемся к старому доброму Яндекс Дзену. Яндекс Дзен, вернее, сколько на нем можно заработать, и возьмем период не какая-то там неделя, а целый год. Ну то есть я расскажу, сколько я заработал за год на Яндекс Дзен. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Многие, конечно, думают, что заработал я очень-очень много. Это не так. Придется их в этом ролике немножко разочаровать. Собственно, для этого мне понадобится всего лишь кабинет налогоплательщика, чтобы показать свой доход. Там, конечно, суммируются доходы как от Яндекс Дзена, так и от Ютуба, но в принципе там видно, потому что одни идут от иностранных организаций, а другие от российских организаций. Собственно, российские организации — это и есть Яндекс Дзен. Завышать свой доход в личном кабинете налогоплательщика для меня нет никакого смысла, потому что мне придется тогда больше налогов платить. В общем, все предельно честно. А, ну еще такой момент. Зарегистрировался самозанятым я не с самого начала года, то есть не с января, а где-то примерно с февраля 2020-го, и то не с самого начала. Я не помню, по-моему, было 8-е или 12-е число. Не суть. В общем, это будет статистика за 2020-й, но за неполный 2020-й, не считая где-то месяц и 10 дней. Ладно, как обычно, не будем тянуть. Перейдем к кабинет налогоплательщика и посмотрим, что там. Вот он, личный кабинет налогоплательщика со всеми данными. Как я уже сказал, я зарегистрировался не в январе, а в феврале, поэтому вот доход за январь 0 рублей. Тут у нас налог за год довольно небольшой, 9670. Это связано с тем, что, во-первых, при регистрации самозанятым начисляется налоговый бонус. Во-вторых, в связи с ситуацией в стране был дополнительно еще начислен налоговый бонус в размере одного мрот, если кто не знает. Вот, поэтому в прошедшем году не так много налогов пришлось заплатить, но давайте посмотрим, что у нас по месяцам. В январе, на самом деле, доход был не 0 рублей, просто я не самозанятый был. Поэтому доход здесь не учтен в личном кабинете налогоплательщика. Я уж, на самом деле, не помню, сколько там в январе было заработано. Ну, давайте пока остальные месяцы посмотрим, а этот отложим. Так, ну и февраль тоже не с самого первого дня. Давайте перейдем. Вот, у нас доход за месяц общий 46 тысяч, от юридических лиц 39 тысяч, 39748, ну почти 40. Это у нас чисто доход с Яндекс.Дзена 40 тысяч, 6977 это уже доход от ютуба. Вот, 40 тысяч с Яндекс.Дзена, следующий месяц смотрим март. Общий доход за март месяц у нас 58 тысяч, из них на Яндекс.Дзене 46 тысяч 584. Я как-то, кстати, столкнулся с такой ситуацией, что один человек из роликов брал мои скриншоты с доходами из кабинета налогоплательщика и писал людям и предлагал свои услуги, якобы он занимается раскруткой каналов на Яндекс.Дзене и показывал вот эти вот скриншоты как доказательство того, что он хорошо зарабатывает. А скриншоты на самом деле из моего личного кабинета были. Он, по-моему, даже представлялся, что он какой-то мой представитель на Яндекс.Дзене и от моего имени действует. Так вот, я никакие курсы не продаю, никого за деньги не обучаю и плату беру только за размещение рекламы на своем канале. Иных платных услуг вообще не оказываю. Ну и в плане налогов у меня все честно, вот здесь отражено. Ну давайте следующий месяц посмотрим. Апрель. Апрель у нас принес совсем немного, от юридических лиц 31 тысяча. Тут, кстати, неплохо ролик на Ютубе зашел, 18 тысяч я на Ютубе заработал. А на Дзене вот не очень. У меня почему-то всегда так. Если Дзен заходит, то Ютуб не заходит. Если Ютуб заходит, то Дзен падает. Нет, чтобы больше сотки за какой-нибудь месяц заработать. Ну ладно, давайте дальше. Май. По-быстрому сейчас пробежимся, не будем на каждом месяце останавливаться. Ну и плюс общий доход за год все-таки посмотрим, потому что не все великие математики и не все могут сказать, вот эти все числа сложить и сказать, сколько в итоге вышло. Вот, за этот месяц от Ютуба у нас 39 тысяч, за июнь 40 тысяч, за июль 41 тысяча, за август 39 тысяч, за сентябрь 44 тысячи, за октябрь, самый успешный месяц, 54 тысячи за Яндекс.Зен, 54 551. Ну и дальше ноябрь у нас не очень удачный, 37 тысяч, и декабрь вообще не очень удачный. А, ну здесь я просто Ютуб не успел еще внести, поэтому полоска меньше, чем в остальных. В принципе, у нас тут декабрь лучше, чем предыдущий месяц, даже потому что здесь 37, а здесь 38. Вот, ну и как мы видим, самый успешный у нас был октябрь. Ну и как я и обещал, давайте посмотрим общую статистику. Ну и вот у нас общий годовой доход, 581 тысяча, из них от Ютуба 128 тысяч я заработал за год, и на Яндекс.Зен 452 тысячи. Ну одного месяца в статистике, конечно, нет. Ну давайте немножко округлим в лучшую сторону, хотя за январь, не будучи самозанятыми, я, конечно, чуть меньше заработал, чем за остальные месяцы, но тем не менее, пусть будет полмиллиона, в общем, за год. В общем, математика я не самый хороший, но полмиллиона разделить на год, это будет где-то по 42 тысячи в месяц. Это я сразу оговорюсь, я Ютуб не считаю. На Ютубе у нас еще 128 тысяч. Если взять эти 128 тысяч, то получится где-то в месяц еще по десятке прибавляем. Получится у нас заработок в месяц на Яндекс.Зен и с Ютуб в среднем у меня за месяц составил около 50 тысяч. Я тут, кстати, в комментариях не так давно видел возмущение от одной девушки, которая писала, что ролики-то у меня не очень интересные, какая-то вода в роликах. Ну и самое главное, зарабатываю я на Яндекс.Зен так себе деньги. Не как остальные крутые блогеры, которые там больше сотки зашибают. Ну, собственно, да, все правда, я не зашибаю под сотку, как мы видели, получилось там 40 на Дзене, если с Ютубом вообще 50. Ну, собственно, да, как мы видели, под сотку я не зашибаю. Главная проблема в Дзене, то, что иногда приходит по 5 тысяч в день, а иногда там, я не знаю, по 600 рублей, по 700 рублей. Статьи то растут в показах, то показы падают, то Дзен ограничивает статью, то разблокирует, постоянного дохода и заработка нету. В общем, никакой стабильности, приходится вот так вот жить на иголках, то есть постоянно думать, а что там у меня сколько показов, увеличилось, уменьшилось, не ограничили ли мой канал. Ну, тут такое дело, хочешь стабильности и еди на нормальную человеческую работу. Когда же пишешь на Яндекс.Зен, то приходится немножко понервничать, да вообще, когда работаешь в интернете. Ну, то есть, как это происходит? В начале месяца ты вдруг обнаруживаешь, что доход вообще критический упал. У тебя там приходит, ну, как я уже говорил, там рублей 500-600 пускай приходит, а в предыдущем ты вроде нормально заработал. И ты смотришь на эти показатели и думаешь, да я же в этом месяце, бомж, пакетами питаться такими темпами буду. Начинаешь на всем экономить, продолжаешь писать и доход в какой-то момент возрастает опять в месяц. Ну, то есть, выпускаешь успешную статью, которая опять заходит читателям, она приносит тебе денег и все, можно выдыхать и спать спокойно до следующего раза, пока у тебя опять доход не упадет. Такой нервный график подходит не всем. Некоторые любят спокойно сидеть в офисе, набирать что-то на клавиатуре и чтоб им раз в месяц приходила зарплата в определенный день. А тут каждый день обновляешь страницу, хотя вот на пульсе на новом можно несколько раз в день обновлять, но пульс пока для меня еще темная лошадка. Про него я рассказывал в прошлом ролике, сколько получилось заработать. Если еще не посмотрели, хотя я в подсказках прикрепил, то обязательно посмотрите. Несколько слов хочется добавить о том, что происходит сейчас, в 2021. Ведь не даром у меня в статистике нет дохода за январь. Я тогда, помню, с работы уволился в 2020 январе, думал, буду сейчас на Дзене зарабатывать и тоже ужаснулся своим доходом. Так вот, сейчас примерно та же самая картина, только тогда я самозанятым не был. Доходы с Яндекс.Дзен с 1 января, даже не с 1 января, а с 31 декабря у меня катастрофически просели. Причем там не только доходы, но и показы. Видимо, никто статьи на Яндекс.Дзен почему-то сейчас читать не хочет. Новогодние праздники, все куда-то уехали, плюс рекламодатели не хотят тратиться, ну потому что перед Новым годом все рекламируют какие-то подарки, закупайте подарки, покупайте подарки своим близким, а после Нового года, видимо, все подарки уже купили, и рекламодатели не особо хотят рекламироваться. Ну это так, мое предположение, посмотрим, что у нас будет после новогодних праздников. Они у нас, насколько я знаю, до 10-го числа, то есть со следующего понедельника. Вот так, все нормальные люди ждут новогодних праздников, а потом мечтают, чтобы они тянулись подольше. Самозанятые нет. Ну вернее, и самозанятые, которые пишут на Яндекс.Дзене. Нам нужно, чтобы люди выходили быстрее на работу, а рекламодатели опять начали вкладывать деньги, чтобы им что-то продать. Ну и естественно, статьи начали люди читать от безысходности, от того, что им в 9 утра на работу. В общем, думаю, к следующим новогодним праздникам я буду морально готов к такому повороту событий, Причем на падение доходов на всех площадках жалуюсь не только я, но и другие авторы Ютуба, и Дзена, и Пульса. Теперь уже Пульса. Будем надеяться, как я уже много раз надеялся и к счастью сбывалось, что все доходы восстановятся. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok